И к другим темам. В середине апреля текущего года был принят указ президента о расширении сети специализированных школ при агентстве президентских образовательных учреждений. Тем самым, согласно документу, будут созданы 193 специализированные школы и школы-интернаты. Сейчас агентство на конкурсной основе отбирает учителей для новых создаваемых специализированных школ. О том, как проходит второй этап, материали программы. Субтитры создавал DimaTorzok Действительность уже в 2022-2023 учебном году. И теперь важно уделить внимание отбору как учеников, так и самих педагогов, от уровня знаний и квалификации которых зависит будущая сфера образования. Отбор педагогов осуществляется в три этапа. На первом этапе педагоги подавали заявки на сайте job.pima.us. Из 32 тысяч заявок отобрали только 29 тысяч. И они сегодня принимают участие в текущем втором этапе. Это тестовые испытания. Ну и завершающий финальный этап – это собеседование. Президентом республики Узбекистан была поставлена задача изучить передовой опыт, перенять то, что нам нужно и при этом сохранить национальное воспитание. Для этого мы открываем сейчас 168 специализированных школ. Мы сначала отбирали руководящие кадры, сейчас уже отбираем педагогические кадры. Хочу отметить, что вопросы по этим тестам не повторяются. Мы не делали акцент на память. То есть учителя должны были рассуждать. Все вопросы были на рассуждение. И при этом у учителей мы смотрим очень высокие баллы. Мы рады этому. Их ждет собеседование на третьем этапе. И мы им желаем успеха в этом. Тестовые экзамены проходят по всей республике и в несколько смен. Педагоги, чьи заявки были одобрены экспертной комиссией, на основе отправленного им уведомления с информацией о дате, времени и месте проведения тестов, приходят на указанную локацию. Весь процесс осуществляется под строгим контролем. В аудиториях установлены камеры видеонаблюдения. Тесты решаются на компьютерах, которые подключены к единой базе. Соответственно, полностью предотвращены возможности утечки информации и использования вспомогательных источников. Единственный помощник в данном случае только наработанные навыки и знания самих педагогов. Весь процесс прозрачный. Уже при входе педагоги сдали свои мобильные телефоны. Также ответственные специалисты контролируют ход тестовых испытаний. И важно то, что уже по завершению экзаменов педагоги сразу же узнают, сколько баллов они набрали. Вместе с тем они узнают, прошли ли они в следующий этап или нет. И напомним, сегодня тесты проходят по узбекскому языку и литературе. Будем ждать завершения процесса, чтобы узнать их мнение и впечатление. Педагоги, принимающие участие в тестовых экзаменах, стараются рационально использовать каждую минуту, не допустить ошибку, которая им будет стоить 2,5 балла. Эти тестовые вопросы действительно позволяют выявить реальный уровень знаний и подготовку педагогов. Все было честно. Абсолютно все вопросы взяты из учебной программы. Считаю, что для того, кто регулярно работает над собой, не составит труда на них ответить. Я набрала 95 баллов. Мне все понравилось. К процессу отбора педагогов для новых создаваемых специализированных школ в системе Агентства президентских образовательных учреждений привлечены опытные зарубежные специалисты, которые будут делиться передовым опытом своей страны, а также принимать активное участие в подготовительных тренингах. Система образования Узбекистана фокусируется на комплексном содержании. Это уровень педагогов, углубленное специализированное обучение каждого предмета, что очень важно в подготовке профильных специалистов. Необходимо отметить, что президент лично интересуется ходом проводимых работ по реформированию отрасли. Его инициативы направлены на внедрение самого лучшего передового опыта, для чего, собственно, мы и приехали. Однако мы нацелены не на то, чтобы полностью заменить существующую систему в Узбекистане, а поделиться нашими самыми лучшими наработками и достижениями, разработать единый механизм, используя при этом и положительные моменты в сфере образования вашей страны. Когда мы начинали процесс отбора педагогов, мы понимали, что он будет нелегким, поскольку здесь нужна прозрачность на каждом этапе. И здесь работает большая команда. Также наряду с отбором преподавателей мы будем проводить семинар-тренинги, потому что поставлена цель не только проверить знания педагогов, но и тщательно подготовить их к деятельности в специализированных школах, в системе агентства президентских образовательных учреждений. Продолжим тему на премьере Андижанской области, где также продолжаются тестовые испытания для педагогов, которые были отобраны по результатам первого этапа. Здесь экзамены организованы в три смены, по полтора часа на каждую. Данный регламент действует и для преподавателей по математике, которые в этот день сдавали тесты. Предложенные задачи нужно успеть решить в отведённое время. По завершению результаты тоже отображаются на экране монитора. Те, кто наберут выше 70 баллов, гарантированно проходят в заключительный этап. В Харизмской области в этом учебном году приступят к деятельности 10 специализированных школ в системе агентства президентских образовательных учреждений. Соответственно, процесс отбора кадров идёт полным ходом. В сентябре 2021 года я узнала об этом проекте и приняла участие в собеседовании. В ходе беседы я рассказала о передовом опыте нашей страны. Внимание развитию сферы образования очень большое. Это можно увидеть на примере Харизмской области. Если в 2019 году в регионе было открыто 4 школы, то в текущем году будет налажена деятельность ещё 10 специализированных школ. Это действительно очень впечатляет. В Бухарской области также активно продолжается второй этап отбора педагогов – специализированные школы. Нужно сказать, наряду с экзаменами будет уделяться внимание и совершенствованию деятельности новых созданных образовательных учреждений. Эти задачи будут возложены на региональное отделение агентства президентских образовательных учреждений. И в данном направлении в Бухарской области разрабатывается план мероприятий. На основании соответствующего указа главы государства в Ферганской области планируется открыть 16 специализированных школ и 3 школы-интерната. В регионе также, как и по всей республике, продолжается процесс тестовых экзаменов педагогов по соответствующим учебным предметам. Строго соблюдается каждый регламент. Ожидается, что специализированные школы и школы-интернаты в 2022-2023 учебном году охватят более 70 тысяч одаренных учеников. Ну а сотрудничество с ведущими международными профильными организациями, опытными экспертами будет вестись на регулярной основе.